Ну, вообще мне ближе русский язык и литература. Гуир будет лучшим вариантом для этого. Я ничего не поняла. Не было вообще проблем. Я привыкла учиться. В чем логика? Пожалуй, таких людей отчисляют. Если необходимо, конечно, правим баги, хотя мы это не любим. Ну, это не каторга, это такой серьезный процесс. Невероятная миссия. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Влада Синицына. Она выпускница факультета компьютерного проектирования. Влада, привет! Привет! Как ты к нам доехала? Как у тебя дела? Все хорошо. Ты могла поступить на филологический без экзаменов, а поступила почему-то в Гуир. Почему так? Я занималась олимпиадами по русскому языку и литературе довольно долго и причем довольно успешно на многих уровнях. На региональном, на областном, на республиканском и даже на международном. Так почему тогда в Гуир все-таки? В чем логика? Я подумала, что, наверное, мне будет интересно попробовать себя в какой-то новой сфере, в технических каких-то областях знаний. И поэтому я решила, что БГУир будет лучшим вариантом для этого. Расскажи, пожалуйста, помнишь ли ты ЦТ? Как оно прошло? ЦТ прошло довольно волнительно. Я очень переживала за математику и за физику. Балов оказалось достаточно вместе с моим довольно высоким баллом аттестата, чтобы поступить на бюджет, на факультет компьютерного проектирования. Какая из дисциплин тебе нравится больше? Вот физика, математика, что тебе ближе? Ну, вообще мне ближе русский язык и литература. Со временем, да, математика, физика увлекает. Наверное, больше даже математика для меня. Но я, конечно, не хочу сказать, что я полностью отказываюсь от языка и литературы. Это я тоже очень люблю. Что тебе именно понравилось в специальности и на какую специальность ты поступила? Моя специальность – программируемые мобильные системы. Мне оказалось это очень интересно, потому что остальные многие специальности были связаны либо чисто с техникой, либо с чистым программированием. А тут мне показалось, что будет именно связано с мобильными системами, да, то есть с их программированием, их проектированием. Не просто, да, с чем-то довольно знакомым, а с чем-то таким более развивающимся, новым. С этого года на факультете компьютерного проектирования начинается подготовка специалистов по четырем новым большим специальностям. Это информационная система и технологии, электронная система и технологии, программная инженерия и компьютерная инженерия. Особенностью приема этого года будет то, что студенты будут обучаться по единому программу, по единому программу специальности в течение одного года. И после второго семестра они будут распределяться уже по профилизациям, по тем, которые они будут вести с дальнейшей подготовкой на более старших курсах. Влада, а тебе было тяжело учиться на факультете? Учеба это вообще труд, поэтому, конечно, не обходилось без каких-то сложностей. Тут самое главное не бояться их преодолевать, они боятся вовремя обратиться за помощью. А во время первой сессии ты обращалась за помощью? Первая сессия прошла довольно спокойно, хорошо. Очень было немножко страшно, волнительно, но тем не менее я заранее взяла у преподавателя необходимые вопросы. Какие-то непонятные для меня моменты я уточнила. И после этого пришла и довольно успешно справилась с этой задачей. Расскажи про типичные ошибки первокурсника. Что не нужно делать? Не нужно лениться, где-то почитать лишний раз материал. И не нужно бояться задать какой-то вопрос преподавателю. Ну что, Влада, время интерактивов. Я хочу узнать, насколько ты хорошо разбираешься в программистском сленге. Здесь будут слова, и ты должна объяснить мне, что это такое, потому что я не знаю. Вот что-то такое. Язык программирования. Язык программирования. Это, я так понимаю, аббревиатура? Да. Следующий. Хотфикс. Я знаю такую кофейню. Хотфикс – это когда возникает какая-то проблема, причем, скорее всего, на проде, и которую нужно очень-очень быстро исправить, потому что иначе все рухнет. Ось. Ну, я не знаю, за что это такое. Это операционная система. Я знаю. Лида. Либо. Либо. Это библиотека. Жаба. Ну, это такое неформальное название – джавы. Хорошо. Ну, в принципе, все. Ты молодец. Я из этого угадала только Ось. Уже неплохо. Которую ты не угадала. Кого обычно отчисляют из университета во время сессии? Обычно отчисляют тех, кто совершенно не ходит на занятия, кто не готовится, кто совершенно ничего не хочет делать, прям совсем забивает на учебу. Вот, пожалуй, таких людей отчисляют. Судя по твоим ответам, мне кажется, ты очень много училась. Это понятно, потому что ты сдала магистратуру со средним баллом. Сдала. Окончила магистратуру со средним баллом 10. Это как вообще? Ты отдыхала? Я привыкла учиться. Ну, то есть, это какая-то, наверное, уже выработанная система. Потому что я в школе очень много училась. Я окончила школу с золотой медалью. Потом я окончила университет с отличием. Поэтому для меня это уже была проторенная дорожка. Не знаю, мне просто всегда было интересно учиться. Всё было просто, потому что всегда было просто интересно учиться. Я абсолютно неусидчивая... Расскажи, почему решила поступить в аспирантуру? Мне не хочется останавливаться на достигнутом. Я поняла, что мне хочется продолжать научную деятельность. Вот. И поэтому я выбрала продолжать обучение и поступить в аспирантуру. Специальность в аспирантуре моя называется психология труда, инженерная психология, эргономика. Расскажи простым смертным, что это такое. Большая часть моих научных исследований будет посвящена методам и средствам анализа и синтеза пользовательских интерфейсов для лиц с нарушениями зрительного восприятия. Говоря простым языком, это исследование компьютерных интерфейсов, чтобы человек мог с нарушениями зрительного восприятия, в частности, например, с дальтонизмом, мог наблюдать, монитор компьютера, и ему было легко и свободно распознавать информацию, которую там представлено, чтобы у него не возникало никаких затруднений. Это невероятная миссия, мне кажется. Влада, расскажи, а какие знания, умения и навыки ты получила в БГУИ? Технический университет воспитал способность к рациональному мышлению, к алгоритмическому мышлению, к структурированию информации, данных. Например, аспирантура также какой-то более научный подход выработала, да, то есть ты не просто берешься за задачу, ты анализируешь все имеющиеся у тебя информацию, например, да, собираешь какие-то данные, которых ты не знал, и на основании этого уже можешь принять какое-то решение, причем не только в науке, там, в учебе, это и в жизни тоже так работает. Мне нравится, как ты перекладываешь учебу на жизнь. Я помню, когда я окончила университет с отличием, многие спрашивали, вот зачем тебе это, за что тебе этот диплом даст. Ну, довольно странно рассчитывать получить диплом, прийти куда-то и ждать, что тебе сразу будут платить огромную сумму, да, и будут прямо тебя растить на руках. Нет, это просто ты прошел определенный этап. Почему это научило? Это научило трудолюбию, это научило доводить та что-то до конца, не бросать на полпути. Для того, чтобы научиться вот этой ответственности и трудолюбию, я учусь и продолжаю учиться. Опиши факультет тремя словами. В первую очередь творческий, потому что можно не только проявлять себя в каких-то творческих моментах, да, но можно даже технические задачи решать тоже творчески. Креативный, но интересный. Я знаю, что ты начала работать уже с третьего курса, это так? Когда я только пришла учиться на третий курс, я стала сразу интересоваться у одногруппников, чем они занимаются, где они, может быть, работают. Вот, и мне порекомендовали одну IT-компанию. Вот, там были курсы, на которые нужно было прийти, собственно, их пройти. Вот, и после этого уже решали, брать тебя на работу или не брать. Вот, ну, я попробовала попасть на эти курсы, и моих знаний оказалось достаточно, потому что на курсы нужно еще попасть, имея знания. Это не так просто. Знания базовые, да, которые мне помогли попасть на курсы, это уже мне дал университет. Я прошла эти курсы, и после этого меня пригласили на работу. Помог ли тебе университет с выбором профессии? Выбрать именно направление, в котором мне хочется развиваться, потому что дисциплин было много. Это множество разноплановых дисциплин, оно помогло определиться. Вот, например, мне больше была интересна веб-разработка. Собственно, этим я и занялась. Расскажи, в какой отрасли программируемые мобильные системы более востребованы? Специалисты, которые оканчивают наши специальности, они вообще востребованы во многих областях. Вот, это и производство, проектирование, разработка микроконтроллеров, например, да. Это и работа с какими-то мобильными системами, мобильными приложениями, в частности. Вот, это очень востребовано. Ну, опять-таки, можно заниматься тем, чем занимаюсь я, веб-разработкой. Многие работают с системными администраторами, или работают в середе ВОПСа. Выпускники факультета компьютерного проектирования получают различные квалификации. Это инженер, инженер-программист, инженер-системотехник. Соответственно, могут работать в различных отраслях, начиная от разработки и проектирования электронных устройств, и заканчивая разработкой и созданием программных приложений для работы с этими электронными устройствами. Соответственно, наших выпускников можно встретить в различных предприятиях, организациях Республики Беларусь, такие как Холдинг Планар, Белома, компании Горизонт, Национальная академия наук в Беларуси, любые, по сути дела, больницы, поликлиники Республики Беларусь, и многие другие организации и предприятия. Вот расскажи о самых больших трудностях, которыми ты столкнулась во время выпуска из университета. Да не знаю, у меня, наверное, не было вообще проблем. Я не могу назвать какие-то особые проблемы. Я заранее позаботилась о своем будущем месте работы, заранее подумала, куда хочу поступать в магистратуру, например. Главное, все делать в обмене. Ну а сейчас у нас рубрика «Интерактивчики». Я тебе предлагаю закрытыми глазами угадать предметы, которые тебе дадут. Сейчас тебя завяжут глаза. Ну что, у тебя завязаны глаза? Видно? Нет. Хорошо, первый предмет. Мне кажется, ты его сразу угадаешь. Достаточно легкий. Это ручка? Почти. Ты можешь его открыть. Я с той стороны хочу бы открываю. Ой, сейчас испачкаешься. Апломастер. Да, правильно, молодец. Держи. Это какая-то часть компьютера такое чувство. Ну как будто да, но она может и отдельно существовать. Карта памяти? Угу. Все правильно. Да, молодец. Следующий. Ну мне кажется, ты сразу угадаешь. Мышка. Естественно. Хорошо. Следующий. Сможешь открыть? Да, открывай. Упс. Чуть-чуть не так открыла. Ну... Вообще не представляю, что это. Помада что-либо? Да, все правильно. Мне кажется, очень сложно угадать. Хорошо. Вот это. Ну мне кажется, тоже не сложно. Похоже, что это на какую-то помаду. Сложно, сложно. Не знаю даже, что это. Может фонарик какой-то маленький? Нет. Ну вот в электричестве используется. Там есть плюс и минус. Батарейка что ли? Да. Правильно. Угу. И так, последнее. Ручка. Да, все правильно. Мне кажется, очень был легкий интерактив. Прошло уже несколько лет после выхода из университета. А чем ты можешь похвалиться за это время? Я окончила магистратуру. Поступила в аспирантуру. Не оставляю свою работу. И я думаю, что своей работой, своими успехами там я вполне могу гордиться. А вообще, где ты сейчас работаешь? В одной крупной IT-компании, которая занимается веб-разработкой. Мы занимаемся проектированием и реализацией новых фич, тасок. Работаем над этим. Если необходимо, конечно, правим баги, хотя мы это не любим. Никто не любит, особенно когда они не твои. Где-то помогаем начинающим специалистам. Проводим код-ревью. Это когда ты реализовала какую-то задачу. И свой код можешь подоставить другим разработчикам, чтобы они посмотрели, где-то могли что-то посоветовать, оценить. И каждый специалист проходит этот этап. А что не нравится в работе? Не нравится, когда менеджер подгоняет. Просто что-то делать. Дедлайн. Да, вот это не нравится. Мне тоже не нравится. Очень не нравится. Влада, спасибо, что ты к нам пришла. Как тебе у нас? Понравилось? Да. Что тебе запомнилось больше всего? Интерактивы и приятное общение. Спасибо. Мне тоже очень понравилось с тобой общаться. Я для себя взяла несколько лайфхаков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok